Здравствуйте! Что вы подразумеваете, когда говорите те, кто вас создал? Кто создал душу, если так можно сказать, или тело? Имеется в виду моя душа или это тело, или какая-то другая сущность? Те, кто нас создал, у каждого свой, а может один у всех. Комплексный вопрос, очень обширный, и в рамках, конечно, онлайн-встречи на него ответить не представляется возможным. В двух словах скажу, что у каждого из вас есть сущность, которая вас, так скажем, планировала. И однажды, когда мы использовали расхожую фразу «человек был создан по образу и подобию Божьему», кураторы нас остановили и сказали, человек был создан по замыслу Божьему, с возможностью реализации этого замысла, а не по образу и подобию. То есть каждого, когда из вас создавали, в этом был свой замысел. И было существо, которое вас создавало для определённой цели. И ваша задача — найти эту цель, раскрыть в себе замысел, с помощью которого, для которого. С помощью которого человек может реализоваться. И идти по пути. По золотому пути. Это и есть тот самый золотой путь, который многие ищут. Создал душу, тело, имеется в виду моя душа, какая-то другая. Можно добавить, Лену? Да, конечно. Единственное, что скажу, такие вопросы мы подробно разбираем на наших семинарах. Пожалуйста, пройдитесь по всем длинным нашим видео, которые там от часу и больше. И внимательно слушайте. Вы можете даже выписывать для себя какие-то вещи, потому что там большой объём информации. Мы неоднократно отвечали на этот вопрос. Григорий, добавишь что-нибудь? Я думаю, что фраза по образу и подобию — это была часть фразы, вырванная из большого контекста. Потому что при создании, конечно, образ был какой-то. Там просто намекалось, что изначальная задача был не именно образ какой-то, а был замысел. И образ был инструментом, благодаря которому этот замысел реализовывался. Что касается, кто сделал, то как бы Бог, он работает не сам. То есть у него есть помощников огромное количество. То есть на полевом уровне, то есть это миллиарды, мириады существ, которые этим занимаются. Есть существа, которые создают матрицы для души, есть существа, которые создают матрицы для тела. То есть есть существа, которые обслуживают, есть существа, которые помогают их растить. То есть и в этом плане нас создали многие сущности светлого плана. Вы являетесь представителем, а я думаю, кто именно является представителем светлой стороны, как говорится, от рода и от Бога, от Творца, то вас сделали по замыслу, и все эти сущности, которые, скажем так, не просто предназначены для них, это тоже их путь, работали над тем, чтобы вас создавать. То есть у Бога был великий замысел. Вообще понятие замысла Божьего — это внутреннее переживание. Я к этому пришел, когда занимался медитацией, я понял вот эту фразу очень глубоко, что это не просто образ, а это очень глубокий замысел. В принципе, во всех источниках и витических источниках это описано. Что это, почему это. То есть я когда эти источники слышу, читаю, то есть там все подтверждается до мельчайших деталей. То есть по большому счету, конечно, вас на физическом плане вас помогли создать, там, ваши бабушки с мамой, бабушки с дедушкой, ваши предки. Но матрицу человеческую на полевом уровне создают существа. То есть матрицу души тоже создают. И это стало вообще возможным благодаря замыслу Бога. Бог, конечно, у Бога, конечно, был замысел и был образ. То есть был светлый образ, в котором он ориентировался на какую-то свою божественную природу. И если бы она была на 100% божественная, то мы изначально были божествами. Но души маленькие, у них есть определенные недостатки. Эти недостатки оттачиваются в практике самосовершенствования. И над этим работаем мы, и нам помогают, соответственно. Так что в известном смысле мы созданы и по образу, и подобию. Но первоначально мы созданы по замыслу. То есть надо понимать, что во всем есть смысл. То есть образ, он и есть продолжение великого замысла. То есть я не буду говорить там совершенного или какого-то еще. Это великий замысел. Благодаря этому замыслу мы можем реализоваться и сами стать богами. Благодаря этому замыслу, опираясь на образ, на замысел, он более первоначальный, чем сам образ. Я думаю, что именно поэтому они подчеркнули эту фразу, поскольку и фраза по образу и подобию, она тоже как бы является частью объяснения вот этого высшего смысла. То есть она в принципе тоже верна, но она несколько вторична. Субтитры создавал DimaTorzok